доброе утро друзья встречайте наших гостей евгений лютиков александр карпов артисты театра нас паской доброе утро ребята доброе утро что близится к завершению этот театральный сезон вы я так понимаю уже одной ногой в лете одной ногой в отпуске но все-таки будет какое-то важное событие которому завершим центральный сезон расскажите о нем пожалуйста ну это будет закрытие 83 театрального сезона и будет спектакль обыкновенное чудо на спектакле во время спектакля будут зрителям предоставлены да будет предоставлена уникальная возможность приобрести открытку созданную нашим художником и андреевой и эту открытку можно будет отправить по старинке или как принято говорить ретро способом подписав от руки да и по почте и она дойдет до адресата за это отвечать театр то есть а то есть пусть не надо ходить нет ее можно приобрести и кому-то подарить например или но она будет отправлена за счет театра а с какой целью эта акция сделана для того чтобы люди вспомнили как писать от руки на открыточках ну мне кажется когда мы получали какие-то письма подарки то это все на было как маленькое чудо так что вот подарить обыкновенное чудо пусть это обыкновенно но на чудо подарить близкому человеку вот мне кажется для этого степени хорошо да здорово я надеюсь что вам тоже придут открыточки надеетесь хорошо ребята расскажите а у вас там дуэтная такая роль да вы вдвоем в паре в сцепке так сказать действуйте в этом спектакле расскажите о своей роли ну это персонажи охотник и и ученик соответственно так скажем вместе это один человек но потому что они не могут друг без друга существовать что да как каждому что-то надо как а друга как любому учителю нужен ученик так и ученику нужен учитель в этом смысле как бы мы неразлучны там чем примечательна эта роль примечательно наверное способом существования да нам дали сначала свободу и мы получали удовольствие когда мы придумывали много всего придумывали столько балагурство какого-то приносили какие-то свои этюды режиссер занималась только отбором она говорила нет нет не надо уже не надо мы все закидывали закидывали потому что нам хотелось мы получали от этого интерес и действительно как кайфовали когда выходили на площадку да и вот не так давно режиссер снова нас посетила пожалуйста не отходите немного по тексту сугубо по тексту шварца но какие-то актерские приспособления которые может быть и не всегда заготовлены а рождаются там и мы их начинаем уже как-то с ними импровизировать с этими вещами нет предприберите что кое-что уже перебор свобода как бы она уже не совсем свободных может быть это и хорошо тем более что мы же спектакли когда мы прикалывались когда мы делали это получается работа над ролью шла мы делали сцену я честно вот я работаю в театре в театре на спавской пять лет я так никогда не не хохотал как бы не раскалывался когда мы делали потому что как был все равно серьезней чем тут как а тут вообще получилось так что мы друг от друга получали какой-то позитив что только какой-то жест и либо все все истерика пока тупо начиналось дорвались да 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 еще очень смешно когда мне анекдот рассказал я до сих пор его вспоминаю правда пошлый ребят а получается что раз у вас такая дуэтная роль вы всегда в цепке вы получается что вы и вместе много времени проводили а до этого вы вообще были друзьями может быть также была горе ли вот до этой роли мы дамы к придумали капустники разные театральные на праздники наши в театре на спавской а так мы соседи по гримерке как я вас понимали так хорошо поэтому мне кажется вас и назначили вот ребята все время друг с другом шутят соседи соседи значит могут и вместе нет у нас был так скажем кастинг так бы это всегда проходит поэтому ну случайность случая в нашей жизни не случайно а вот хорошо давайте поговорим о сезоне в целом вот каким он запомнился для вас что было значимо для театра что произошло в театре на как обычно в июне сезон завершается и эмоции только одни наконец-то все закончилось почти скоро будет отпуск вот на этом подъеме на этом трамплине эмоций в основном уже существует наверное не только театр но те кто уже предотпускном состоянии и появляются какие-то новые силы новые возможности которые доселе уже например в апреле месяце уже были так так скажем секоль да иссекали ну а витаминус и все странно как бы здесь они откроют да да второе дыхание да я согласен полностью также 2 2 дыхание но и сезон подарил наверное вдохновение на какие-то поступки на какие-то действия вот театр же он как параллельно жизни идет то есть от него никуда не деться как бы в жизни и все равно мы приходим домой после театра получив но в целом от сезона какой-то позитив вот и потому что но он дает силы дальше жить и же дальше идти чем-то то что осталось ну я называю что-то с чем-то но потому что это такое неосязаемое знаете оно чувство которое внутри как это чувство любовь наверное вот он подарил этот сезон но спектакли делали они с любовью делались они делались с трудом вот и поэтому в каждом спектакле есть вклад какой-то наш который мы оставили в этом сезоне мы будем его помнить как и все просто вот недавно мы вспоминали сидели было приятно хорошо что делают артисты в отпуске ну понятно что наверняка куда-то отправитесь отдыхать может быть путешествие но вот все равно есть что-то что для работы как говорится но какие-то наблюдения за вообще миром за людьми интересными причем ты не пройдешь мимо каких-то случайностей которые происходят может там на вокзале или в каком-то другом городе конечно на улице и встреча с близкими друзьями далекими от тебя сейчас то есть это все равно все это в копилочку идет как человек ты конечно отдыхаешь но и набираешься каких-то вещей которые может быть пригодятся в будущем от которых те которые в душу как бы с собой ими нельзя поделиться их можно как истинный для себя как бы пойти с ним дальше если что-то куда-то пригодится ему следующем году куда-то может быть что-то в самостоятельную работу пригодится поставить вот и либо куда-то и это надо направить вот то это будет только прекрасно главное вот за отпуск накопить вот эти энергию что на галочку да 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 для роли это у меня конечно так артисты и живут действительно потому что мимо грубо говорят дерево нельзя просто так пройти ну простому человеку можно нам нельзя мы себя чем как-то берем оттуда хорошо давайте всех пригласим сейчас наших телезрителей когда состоится закрытие сезона когда можно будет отправить открытки и насладиться вашей игрой приходите 28 июня текущего года в 6 часов вечера 18 00 театр на спаской на на спектакль обыкновенное чудо ну что будем отправлять открытки будем наслаждаться замечательным спектаклем но и помните что потом артисты уйдут в отпуск и наверно до осени мы не сможем али вы будете включать вы будете скучать они будут тоже скучать поэтому спешите 28 июня в театр с паской что доброго утра спасибо вам большое что пришли в нашу студию спасибо вам что позвали спасибо доброго добрым утром